теперь к нашей детали справа я буду пришивать розовую деталь которая находится слева также трикотажным швом но буду это выполнять в кромочные ряды вот этой правой белой детали где это может быть применимо это может быть использовано в пришивании рукавов к полочке к переду и спинке изделия когда пройма у вас рукава и у детали переда и спинки прямая то есть вы соединили вот эта половинка детали вы соединили перед спинку сложили вдвое это у вас горловина а это плечевой шов который мы не видим потому что он выполнен трикотажным методом а это будущий рукав у которого прямая пройма и сейчас мы будем наш рукав пришивать детали переда и спинки вот таким образом теперь самое главное нам нужно понять как именно нам пришивать петли к рядам потому что высота ряда отличается от ширины петли для этого вам нужно сложить две детали как они будут в будущем сшиваться и посчитать сколько петель у вас укладывается в одном ряду также при работе вы можете сколоть две детали приложив их ровно чтобы они не двигались не перетягивали друг друга и в каких-то участках их вот так сколоть ровненько чтобы вас полотно не двигалась вам было удобно смотрите только внимательно чтобы гулочку у вас никуда не убежала теперь вернемся к детали куда мы будем пришивать наш кромочный ряд вертикальные вот эти петли они у нас спрятаны с изнаночной стороны и непосредственно только к ним и пришивать не будем потому что если мы будем цепляться вот так за вот эти две петли то дальнейшем у нас будет отверстие с лицевой стороны будет некрасиво будет ну дырки получится потому что у нас кромочные петли они растянуты на два ряда полотне поэтому пришивать пришивать мы будем так скажем к полуторной полутора петлям то есть вот наш кромочный ряд и вот наш ряд следующий петелек полотна так вот пришивать мы будем в серединку следующей петли не всю петлю цеплять а вот в эту половиночку берем иглу и пришиваем трикотажным швом итак вот у нас кромочный ряд и вот у нас ряд следующих петелек в него мы должны вводить иглу вводим сверху вниз в самую нижнюю петельку в самый нижний ряд и снизу вверх выводим иглу так дальше сверху вниз так выводим снизу вверх подтягиваем вот петелька откуда вышла наша нитка сверху вниз на следующую следующую петлю на спице снизу вверх сбрасываем далее если мы видим что нам нужно чуть чаще пришить наши петли мы иглу вводим не вот сюда рядом а немножко накрест вот предыдущую перемычку и вот так выводим опять петельку из которой вышла ниточка мы вводим сверху вниз на спице снизу вверх опять же здесь снизу вверх снизу вверх здесь мы опять так как ряд у нас был высоким как я видела петля была очень высокая опять немножко перекрестим петли и введем не в соседнюю дуку а как бы в предыдущую вот так две дужки подцепим петлю петлю на спице снизу вверх снимаю и так я сшила две детали трикотажным швом между собой я эти две детали не выравнивала поэтому не получился здесь вот такой хвост и также как вы видели подготовку у меня к сшитью детали была достаточно быстро и я не все правильно отрезки соединила и вот смотрите что получилось вот эта деталь стянута по шву это видно по характерному вот я даже вот стряхну просто положу да видите как дугой вот так изломилась деталька и вот здесь она сильнее раскрылась в этом шве это говорит о том что вот эта левая деталь стянула правую детали значит нужно петли пришивать чуть чаще чем вот так к каждому ряду как я вам показала то есть нужно цеплять не за две дужки например как я делала вот так а за одну либо провязывать две петли вот так вот немножко перекрещивая между собой тогда у вас будут петли провязываться чуть чаще к ряду все у нас получилось очень ровно самое главное здесь это регулировать натяжение и сейчас это уже не исправить самое главное решить правильно по плотности с изнаночной стороны получается вот такой шов у нас есть только один вот этот кромочный ряд и одна стеночка следующего ряда петли вот так мы складываем вдвое получается это прямая пройма рукава плечо вырез горловины сюда пошел рука вот так 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 вот Субтитры создавал DimaTorzok